Сильный шторм разрушил часть набережной в Светлогорске, Калининградской области. Аварийные бригады сейчас восстанавливают линии электропередачи по всему региону. А туристы выкладывают в сеть кадры шестиметровых волн. Подробности у Марины Наумовой. Калининград накрыло проливными дождями, которые то и дело сменяются снежными зарядами и градом. Циклон, подошедший с севера Скандинавии, обрушил на область штормовой ветер, порывы которого достигают 25 метров в секунду. Ураган ломает деревья, рекламные щиты и срывает черепицу с крыш. Аварийные бригады коммунальщиков и энергетиков только успевают восстанавливать линии электропередачи и убирать с проезжей части тротуаров огромные ветки деревьев. Были очень сильные порывы. Вот это дерево, вон с той стороны, оно упало, порвало, короче, и троса порвало продоль нанесущий, и много, короче, нам дел натворило. На трассе в Балтийск пассажиры рейсового автобуса сняли на видео, как автомобилистам надоело стоять в пробке из-за упавшего на проезжую часть дерева. И они своими силами пытаются расчистить дорогу. На море бушует шторм. Туристы, приехавшие в область на новогодние праздники, спешат запечатлеть шестиметровые волны и сделать на их фоне селфи. Перспектива промокнуть ног до головы никого не останавливает. Заливает, заливает. Страшно, что унесёт. Страшно, конечно. А что делать-то? Хочется и всем показать, и знакомым, и родственникам всё. Просто огромные волны. Смотрим, уже набережная даже в некоторых местах разбита. Очень холодно, но впечатление, конечно, здорово. В курортных городах полностью затопило пляжи. Пострадали и прогулочные зоны. Сильные волны разбили променад в курортном Светлогорске. Теперь вдоль него идёт большая трещина, через которую фонтаном бьёт морская вода и размывает тротуарную плитку. Мы заходили в ресторан, и получилось, что мы зашли, ещё не было ничего разрушено. Как мы зашли, так всё. Уже сразу. Брусчатка разнесена просто в клочья. В порту Пионерского шторм потопил рыболовное судно. Сильный ветер сорвал пришвартованный к причалу плавучий кран, который сначала задел и потопил прогулочную яхту, а потом навалился на малый рыболовный траулер. В его борту образовалась пробоина. Прибывшие в порт пожарные расчёты не один час пытались откачивать морскую воду, поступавшую в его трюмы и кубрики, но безрезультатно. Морским координационным спасательным центром, капитаном порта, экипажем, пожарно-спасательным подразделениям принимались все меры по поддержанию судна на плаву. Однако сложные погодные условия и сложная пробоина привели к тому, что судно легло на дно у причала. Благодаря оперативным действиям спасателей никто из экипажа не пострадал, удалось избежать и разлива топлива. Марина Наумова, Евгений Бекиш, Александр Наумов, Павел Тимофеев. Вести. Калининградская область.